Продолжаем мы общение с чемпионами и сейчас мы пообщаемся с Урбеком Седаковым, двукратный чемпион мира. Здравствуйте, Зайрван Сурбек. Здравствуйте. Как вам атмосфера турнира? Атмосфера очень такая яркая, очень много детишек и прям приятно смотреть, наблюдать за борьбой. Очень талантливая и перспективная молодежь растет. Ребята очень такие достойные, сматки показывают. Так что атмосфера только разжигается. Как вам формат соревнований? 8 ковров. Формат очень... Я вот первый раз здесь в России вижу, еще в Америке такой формат бывает. И очень удобный формат, чтобы все могли побороться. Конечно, 1060 детишек приехало с разных уголков России, с разных стран. Но в один день все, чтобы все закончилось, это очень тяжело. Я думаю, в два дня, если бы прошли, и зрители бы с удовольствием смотрели, и детишки бы тоже с удовольствием боролись. И они и так с удовольствием борются. Просто видно, кто-то зевает, кто-то что-то, но, наверное, там высшее руководство, они лучше видят. И поэтому они приняли такое решение, чтобы в один день все закончить. А так формат очень удобно, красиво. Можно сразу смотреть схватки и не ждать, кто там выйдет из хороших. А сразу наблюдаешь за нескольких схваток, за хорошими такими ребятишками. Так как, можно сказать, вы местный из Владикавказа, в этом манеже, в дворце спорта «Манеж» вам не раз приходило бороться. Таким красивым вы его видели? Таким красивым еще нет. В прошлом году, когда первенство России было, тогда тоже Давид Владимирович Мусульбес проводил Россию. И он всегда очень красиво оформляет зал. Спасибо ему за это. А так, здесь, во Владикавказе, я боролся, да, в этом зале и не раз, но я часто здесь проигрывал, в этом зале. Особо не люблю здесь бороться дома, не знаю, как-то не за границей или где-нибудь в другом месте, покомфортнее бороться. Может, я как-то скромничаю с этого. Себя помните в возрасте 10-12 лет? Вот как раз вот эти ребята, вот этот возраст. Да, конечно, помню. Я как раз-таки на борьбу пришел в 10-11 лет. Только в 12 лет я начал нормально тренироваться. И особо только проигрыши помню. А так в детстве ничего не выигрывал. По ендошам даже проигрывал. Только по молодежи чуть показал результат. А так желаю детишкам, чтобы они, главное, трудолюбие, чтобы они терпели. А самое главное, по взрослым выигрывать. А это все, это все их учит к взрослой борьбе. Сами бы хотели принять участие сейчас здесь побороться, выйти на восьми коврах? Да, на восьми коврах бы сейчас хотел побороться. Потому что бы внимания не столько было и как-то полегче было бороться. А так, к чему я говорю, что дома здесь не люблю бороться. Потому что здесь выходишь и зрители, публика от тебя ждут что-то невероятное. Поэтому как-то, не знаю, и человек начинает светиться. Но это было до того, как я уже выиграл чемпионат мира. Может, сейчас с опытом уже как-то по-другому буду размышлять и на ковре. И вообще это по-другому воспринимать. Так что, не знаю. Ну, а так, приятно дома, конечно, бороться. Приятно, когда дома проводят такие масштабные соревнования. Данный турнир является открытым. И здесь находятся спортсмены из стран ближнего зарубежья. То есть у детей сейчас, у многих, ну, наверное, у всех, первый международный опыт. В каком возрасте у вас был международный опыт? Первые соревнования там за границей? Я повторюсь, спасибо Давиду Владимировичу Мусульбесу за предъявленную возможность ребятам, чтобы они это почувствовали. Я, можно сказать, лет 15 только боролся на таком масштабном турнире. Даже, может, лет 17. Я точно не помню. Но и у нас здесь, в Осетии, есть турнир памяти Илкана Тедеева. Тоже такой масштабный, хороший турнир. Там я боролся. Но там не было столько детишек, не было столько участников. Так что это, я думаю, я бы хотел поучаствовать. Я бы хотел на миг, чтобы я опять-таки же стал маленьким, чтобы 12-13 лет именно мне было. И вот почувствовать эту атмосферу. Конечно же, они боятся даже выходить. Но я это все чувствую. Понимаю, каково это бывало. Я сам, конечно, тоже боялся. Пока. Потом уже человек привыкает. Если этот вид спорта нравится ребенку, то, несмотря ни на что, он будет ходить на борьбу и будет учиться и привыкать к этому всему. Так как этот вид спорта является самым мужественным, по моему мнению. Если даже от ребенка ничего не получится, ну как ничего, там великого человека или какого-то известного, то даже хороший человек точно получится. Потому что борьба – это в первую очередь воспитание. Хорошее воспитание есть в борьбе. Я сам себя помню, когда на борьбу пришел, нас тренер учил в воспитании, а потом уже бороться. Поговорим об олимпийском сезоне. Как у вас дела, как проходит подготовка, какие цели, задачи на олимпийский год? Тренируюсь. После чемпионата мира я еще не пропускал тренировки. Но так, пропускал, то болел. Больше не было никаких причин. А так, готовлюсь пока что на чемпионат России. А дальше, как тренерский штаб решит, могут освободить, могут нет, но сам готов бороться на России. А там, если тренерский штаб решит, что меня освободили, я не могу против них пойти. Дальше видно будет. Все, что от меня зависит, я все выполняю, я все делаю. А там, с Божьей помощью, как получится. Что у вас впереди? Какая подготовка? Сборы? Да, я живу на базе у Артура Таймазова. Он сделал Академию борьбы имени братьев Таймазовых. И он меня туда заселил. Я там живу. Кстати, в одном номере с олимпийским чемпионом Хачаном Кацаловым. Очень весело у нас проходит сбор, общаемся. Он делится опытом. Спасибо ему тоже большое. И вот так. Сегодня, завтрашнего дня у нас сборы начинаются. Там же на Цапицкой. Я там же остаюсь и продолжаю готовиться. То есть идет активная подготовка к сезону? Да. Именно к главному старту? Да. Но перед Россией планирую еще побороться где-нибудь. Но не знаю, получится нет. Но сильно хочу где-нибудь поучаствовать, побороться. И думаю, в начале марта, может, где-нибудь старт делаю. А так готов был и на Эльгинских бороться. Просто заболел перед вылетом. Билеты пришлось сдать обратно. К сожалению. Так хороший старт получился. И в рамках Ивана Иоригина. Но, не знаю, Бог лучше видеть, наверное, и полагаемся на него. А так, что от нас зависит, все будем делать. Вы являетесь кумиром многих юных борцов, находящихся в этом зале. Пожелайте им. Вы чемпионы. Вы сможете найти те слова, чтобы смотивировать юных борцов. Я хочу им сказать, чтобы кумиров они не заводили. Можно брать просто примеры. Потому что когда-нибудь с кумиром придется бороться. И чтобы они не стеснялись никогда. А так, примеры можно брать. Я сам могу брать даже у младшего моего примера, если он достойный младший. А так, желаю, чтобы они в первую очередь слушали своих родителей. Учились хорошо. Мы пропускали школу пока что. И слушали своих тренеров. А так, пусть победит сильнейший. Спасибо вам за теплые слова. Мы за вас болеем, но вам не болеть. Ждем вас, конечно же, на Пьедестале. Олимпийском Пьедестале. Спасибо.